Всем привет! Привет-привет! Сегодня один из подписчиков с самого утра мне написал на WhatsApp о том, что Елисей, мы на пороге большого шухера. В каком смысле? А в смысле в том, что несмотря на то, что у нас выходной день, на бирже курс рубля в принципе, можно сказать, что рухнул, потому что с 65 сегодня курс пока не Центробанком не установлен, но на биржевых курсах он уже колеблется где-то 75, да? Сегодня мы с вами проедем, посмотрим, что творится у нас в обмене. Несмотря на то, что банки сегодня не работают, мы проедем в какие-то отделения обмена валют и посмотрим, по каким ценам будет у нас возможность приобрести доллары. То есть у нас наличные рубли есть, мы попробуем купить. Если это будет уже по завышенному курсу, то вряд ли мы будем играться с этим курсом, потому что мы на долларах никогда в принципе не зарабатывали. Но если сегодня удастся это сделать, то вы первую об этом узнаете и увидите. У кого есть сейчас наличные в рублях, то советуем вам конечно присмотреться либо к покупке чего-то стоящего, потому что реально вы уже помните в 2014 году, когда у нас был кризис, когда у нас рубль обвалился, что потом произошло с ценами. С ценами на автомобиль, на какую-то недвижимость, в том числе в Сочи, к примеру. А потом что произошло с ценами? Помнишь, когда люди избавлялись от ненужных телевизоров? Нет, только не в технику. То, что здесь производится, оно будет, так сказать, в одной цене. Ну, по крайней мере, не на много. То есть бытовую технику, которая нам, в принципе, сейчас необходимо будет для нашей квартиры, мы покупать не будем, потому что я думаю, что можно будет просто на чем-то, на акции какой-то сэкономить. А вот на курсе рубля, если есть наличные, то можно, конечно, попробовать. Но, опять-таки, у кого есть 200-300 тысяч, тот, может быть, переживает и, может быть, тоже сейчас побежит, да, пытаться купить доллары. А у кого, ну, то есть, а квартиру-то им по-любому не купить на эти деньги? Если есть в рублях какой-то, я не знаю, там, накопительный счет или еще что-то, ребят, бросайте это дело, бронируйте квартиру, потому что сегодня с самого утра один из застройщиков уже поднял цену. Вот, по крайней мере, мне пришла такая информация. И это выходной день. В общем, давайте, смотрите видео до конца, я думаю, вам это будет полезно. Так, смотрите, у нас время 10.07, мы подъехали к Сбербанку на Гастелло, но, к сожалению, он закрыт, и поэтому мы поедем дальше искать какие-то варианты, куда можно зайти с рублями. 10.14, мы подъехали к банку Урал-Сип, который находится рядышком с нашим офисом. С Марина сходит, посмотрит, можно ли там чего поменять, и работает ли там обменник, и по какому курсу. Вот, и я вам так скажу, уважаемые инвестора, те, которые уже вложились в какие-то жилые комплексы, те, которые купили для себя уже какую-то недвижимость, и пытаются продать, я вам советую сейчас этого не делать, потому что если вы продадите по нынешнему курсу, так сказать, доллара, да, что вы будете покупать дальше, это будет большой вопрос, поэтому лучше всего этого не делать. Ну что, Марин? Нет, банк не работает. Банк не работает сегодня? Только терминалы там можно, ну, услуги свои там. Ну, то есть, снять деньги или еще что-то. Ну, коммуналку там, прочее, налоги платить. Так, мы едем дальше. Смотрите, у нас 20 градусов тепла, сегодня самый, кстати, теплый денек на этой неделе будет. Знаете, какой вопрос мы сейчас озадачились? То есть, те люди, которые приезжают, туристы, допустим, там, иностранцы с долларами, да, если они попадают на выходной день, где они будут менять вообще свою валюту, да, чтобы поменять их на рубли? Вот это хороший вопрос. Сегодня у нас получается вот этот поход в надежде, допустим, найти какой-то обменник, который работает в выходной день. Ну, в праздничный, можно сказать. Ну, а мы едем в Новый век. Ну, в принципе, наверное, в Ситеплазу, да, наверное? Или в Новый век все-таки? Ну, нам в Новый век. Давай в Новый век мы сейчас подъедем, да, и посмотрим. Там два, по-моему, отделения банка. Это Сбербанк и еще какой-то банк там рядышком. Ну, посмотрим вообще, что работает, есть ли какие-то обменники, и посмотрим, по какому курсу. Ну что, у нас связь-банк закрыт. Раньше здесь обменник был, но, к сожалению, здесь барабулька получается. Это обменал банкомат. Да. Ну, на самом деле, я считаю, это какая-то лажа полная, да. Вот когда мы ездим за границу отдыхать, везде есть обменники, есть банкоматы, можно там сунуть карточку, снять местные валюты или еще что-то. Я сделала специально, чтобы за выходные будем довести банки, чтобы они как-то переживали, понервничали, побегали, ничего не получилось. Ну, не говори. А завтра будут двери разносить у банка. Смотрите, какие цветочки. Натуральные. Красота. Ну, пойдемте штурмовать еще один банк, посмотрим, что там будет у нас сегодня. Ну, что-то прям как-то настроение падает с этим курсом, блин, дурацкий. Ну, что, вот у нас есть здесь в Ситиплазе Сбербанк, который работает, скорее всего, только на банкоматы. И есть еще Форобанк. Форобанк себе, зайдем, посмотрим, что почем. Ну, Форобанк. Сегодня выходной. Пожалуйста. Никаких вам цен. Ни на что. Ни курс. Курс, правда, там есть. Его надо с другой стороны обойти. Так, ребят, ну, отсюда я вижу курс доллара. Покупка 69.50. Не знаю, видите вы или нет, покупают по 67.30. А евро 76 и 78.50. Но это курс на 9 число. Что будет завтра? Вот это вопрос, конечно, да? Что, какие у нас еще есть возможности? Только если в аэропорт съездить, посмотреть там, что вообще есть. Ну, вы знаете, вот напрягает. Международный курорт, можно сказать, уровня, да? Люди приехали с бабками, где менять? Неизвестно. В общем, ладно, что, едем дальше. Так. Так. Марсия. Учий царский, япона. Япона-мама. Золото-серебро и курс золора. Причем, нет, что? Да. Вот он, пожалуйста. Ну что, ребята, приплыли? 75-35. 75-35. А, в Бирбанке онлайн меньше, как я и смотрела сегодня, 74-89, видишь? Ну, он, смотри, как с... Он уже на глазах, понимаете. 75-01. Все, приплыли. По такому курсу, я не знаю, есть ли смыслы, не покупать. У нас какой-то вот... Мы решили попробовать хотя бы спросить по поводу лимита. Сколько можно купить долларов? Вообще. Просто мы покупать по такому курсу, конечно же, не будем, но чтобы задать вопрос, надо обратиться в окно. Может, если купить чем-то другое на эти деньги? Ну, не знаю. Мы в доллары как бы не игрались никогда. Я надеюсь, что он сильно не поднимется больше, чем сейчас показывают. Потому что, если он... Я думаю, что если даже поднимется поднимется, поднимется, да. Если он реально... Если он поднимется реально еще больше, то, ребята, это как сдец. Просто будет всему. Подорожает тогда у нас все. У нас бензин однозначно подорожает. Это я вам 100% говорю. Потому что он привязан акциз к доллару. И отсюда будет повышение стоимости бензина. Это и доставка, и продукты, и все. Уже 75,59. Был 75,01 только что. Ну, ты видишь, мы прям в прямом эфире, блин, онлайн можно хоть тут проводить торги, которые поднимаются. Реально это вот... Вот, смотри, он опять еще поднялся. 75,60 опять. Ну, видать, на бирже играет. А, ну, он меняется каждый счет. А, и вообще, блядь, просто жесть, ребят, у меня слов нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно купить доллар? А какой лимит вообще от вас? А лимит есть какой-то? Нет, вот там у меня остались только мелкие. А, только мелкие остались. Ну, вообще, в целом. Ну, это сколько? Вот 50 долларов у вас осталось? Вот это вот все, что у вас осталось? А сколько у вас здесь? Посчитайте. Да без разницы, наверное. А вообще лимит какой-то есть покупки? Вот если у нас, допустим, мы захотим 10 тысяч купить. Нету никакого? Тысяча. Тысяча долларов? Давай возьмем, попробуй. Ну, и сколько ты возьмешь? Вообще не будем брать? Не знаю. Не, не буду ли себе. Ладно, девушка, спасибо. Спасибо. Ну, всего в банке тысяча долларов, ребят. Тысяча долларов. Еще мелочи всякой. Больше нет. А как ты была активной, раз у нее всего тысяча осталось? Ну, тысяча всего лишь осталось. Вы представляете? То есть, 10 тысяч, то вы не купите. То есть, придите, поменяйте, трену у вас получится. Это, кстати, тоже одна из тех ситуаций, когда человек не сможет легко наиграться с курсом долларов. Правильно? То есть, если у него есть там несколько миллионов, что он, куда он их денет? переводить только онлайн, ну, там есть немножко, да, видите, погрешность, сами вы увидели разницу, то есть, да. Онлайн-то погрешность есть, и онлайн-то получается делать выгоднее. То есть, ты идешь, кладешь на свою карту, там, какой-то счет сберегательный, и через перебанку онлайн покупаешь их. Да. Это даже, там даже курс повыгоднее, но вопрос-таки, опять-таки, есть ли там ограничения какие-то, да? Покупки? Да. И как отчетность какая-нибудь будет, если... Ну, отчетность, понятно, сейчас все будет онлайн. Вопрос, насколько это... Выгоднее? Правильно вообще делать сейчас. В общем, ребята... Не создавать, не надо ли панику, лучше покупать, я не знаю, что-нибудь более выгодное, мне кажется. Мы ждем ваших сообщений. На самом деле, мне эта ситуация очень не нравится. Я думаю, что сейчас произойдет дикий спрос на ту недвижку, которая сейчас есть. Еще раз, инвесторам советую не дергаться, не продавать свою квартиру, потому что цены потом, конечно же, поднимутся. Если завтра официальный курс доллара подтвердится хотя бы этими какими-то прогнозами, официальными курсами, завтра он может быть и больше, то, блин, это как вздет, честно говоря. то есть надо что-то, кому-то что-то надо делать, у кого есть наличка, да, куда-то ее спасать в конце концов. Ну, в принципе, так было всегда, так было даже в 2014 году, когда вот это вот все началось. Люди что скупали? Кто-то доллары, кто-то недвижимость, да, кто-то, кто-то безвыходности телевизоры, кто-то машины, кстати, машины тоже, кстати, подорожают. Это, блин, как пить дать, смотрите, как тачку забирать. Хлоп-хлоп, конечно нельзя. Чем заняться энергичному пенсионеру? Я вам говорил, не экономьте вы на стоянке, поставьте вы 100 рублей, заплатите, вон там, рядом с торговым центром есть площадка, 100 рублей, сейчас, господи, вот так вот экономить, блин, себе дороже. Теперь человек попал на 5 тысяч минимум. Что Сбербанк онлайне это сделать выгоднее и получается даже проще. Ты всю свою наличность переводишь на карту и с карты открываешь валютный счет. Ну, насколько это все рискованно там, выгодно или рискованно, да, я не знаю. Ну, посмотрим, мы попробовали купить онлайн всего 100 долларов, если нам повезет, то хоть чуть-чуть, немножечко, и то будет хорошо. Нет, так нет, ну, вроде как нам посоветовали, надо было брать хотя бы эту тысячу, ну, ребят, с тысячи, ну, немного мы выиграем. Я думаю, даже если сейчас там купить какую-то там мебель или еще что-нибудь, вы больше сэкономите, чем на курсе этого доллара. Вот в том и дело, что ситуация такая сейчас, что у людей может начаться какая-то паника, как уже было это, такое уже было. Мне кажется, начнется. Покупка вот этих телевизоров ненужных, потом вот эта вот их реализация непонятно куда. И вот именно эта паника, она создает то, что люди начинают иногда предпринимать неверные шаги, кидаться куда-то, деньги свои запихивать. Может быть, даже останутся на каком-то более-менее ровном плаву те, кто никуда ничего не запихал. Что было в 2000, какой там был год, когда вот это вот такое было? 14-й год. 14-й год. Что у нас было? Что мы делали? Что мы покупали с тобой? Ты помнишь? А мы ничего как раз не покупали, потому что у нас были кредиты просто на мойку, по-моему, еще что-то. Но... У нас было много кредитов, да. Мы под это дело, у нас был участок земельный, и мы продали его хорошо. Но земля потом подешевела в итоге у нас в Владимирской области. Ну вот я и говорю, что... А здесь как раз-таки наоборот. Здесь люди вкладывали деньги как раз-таки по 100. То, что стоило раньше, теперь оно стоит 200. То есть я уверен, что под этот скачок сейчас произойдет ажиотаж покупки. И многие из застройщиков тоже не дураки. Они сейчас просто приостановят продажи, либо закроют в шахматке, либо оставят немножко там. Либо поднимут цены. И еще поднимут цены, да. Поэтому если у кого-то есть нал, ребят, я вам советую, просто забронируйте. В любом случае, как бы... Либо вы уже были на пороге покупки, просто это мотивация вам к тому, чтобы сейчас именно все-таки сэкономить, а не опоздать. Ну, а у тебя у кого-то много кредитов? Ну, у кого многие кредиты, но... Тут тоже, понимаешь, палка в двух концах. Что дальше будет? То есть подорожание каких-то ценных счетов? Вот я и говорю, что в этой панике можно неправильное решение принять, и поэтому... Правильное вложение денег в валюту сейчас тоже 50 на 50, но сочинская недвижимость либо там, я не знаю, краснодарская, да, вот, она никогда не дешевела, поэтому я считаю, что это большой будет. Ну, большие какие-то перспективные, может быть, города, да, там стоит... В общем, посмотрим.